Рут Этинг Рут Этинг Рут Этинг из-за влияния Snider in Chicago Этинг вышла за Snider 17 июля 1922 года Я пользуюсь переводом Википедии Позже Этинг сказал своим друзьям Если я брошу его, он убьет меня Он руководил ее карьерой, заказывал выступление на радио и в конце концов заставил ее подписать эксклюзивный контракт на запись с Columbia Records Она стала появляться в других популярных шоу, в том числе «Симпл Симон» Зикфельда. Изначально Этинг не была подписана для выступления «Симпл Симон». Она стала частью актерского состава в последнюю минуту, когда вокалист Ли Моррис был слишком пьян у выступа, и Зикфельд попросил Этинг заменить его. Когда она приехала в Бостон, автор песен на Роджерсен Харт обнаружил, что песня «10 центов за танец» написана не для голосового диапазона Этинг. В Голливуде Этинг снимал длинную серию короткометражных фильмов период с 1629 по 1936 год и три полнометражных фильма. Этинг намерилась прекратить выступление в 1935 году, но это не произошло до тех пор, пока она не развилась со Снайдером в 1937. Снайдер не оспаривал развод и получил компенсацию от своей бывшей жены. Этинг отдала своему бывшему мужу половину своего тогдашнего заработка – 50 тысяч долларов, некоторые ценные бумаги и половину доли в доме Беверли-Хиллс в Калифорнии. Она вычла карточные долги Снайдера, которые она заплатила, и расходы, которые она оплатила за дом для матери Снайдера. Гарри Мирл Олдерман, пианист Этинг, расстался со своей женой, когда у них с Этинг начались отношения. Снайдеру не нравилось видеть свою бывшую жену в компании других мужчин, и в январе 1938 года он начал угрожать Этинг по телефону. Отправился в Лос-Анджелес и задержал Олдермана после того, как тот покинул местную радиостанцию. Заставил пианиста отвезти его в дом своей бывшей жены под дулом пистолета. Снайдер заявил, что намеривается убить Этинг и Олдермана, и свою собственную дочь Эдит, которая работала на Этинг. Снайдер выстрелил в Олдермана. Этинг считал, что могла бы добиться большего успеха в полнометражных фильмах, если бы ей дали несколько уроков актерского мастерства, а по ее мнению студии рассматривали ее только как вокалист. Позже она вспоминала, а я не была актрисой, и я это знала, но я могла бы продать ей. В 1936 году она появилась в Лондоне в фильме Рэя Хендерсона «Трансатлантический ритм». Этинг впервые услышали на радиостанции, когда она жила в Чикаго. Ее появление привлекло столько писем поклонников, что телеканал подписал с ней годовой контракт, телеканал WLS. На выступление два раза в неделю. На CBS она дважды в неделю выходила в эфир в 15-минутном радиошоу в 1930-х годах. В 1934 году она работала на NBC. Этинг откладывала часть своей зарплаты каждую неделю, независимо от суммы, которую она зарабатывала в это время. Ее друзья говорили, что она инвестировала в калифорнийскую недвижимость, а не в фондовый рынок. Этинг и Олдерман переехали на ферму площадью 8 акров за пределами Колорадо-Спрингс в 1938 году. С 1947 по 1949 год Этинг и Олдерман управляли рестораном. Олдерман умер 28 ноября 1966 года. Этинг умерла в Колорадо-Спрингс в 1978 возрасте, 1981 года. У Этинга есть звезда на Голливудской аллее славы за ее работу в кино. Ее записи является частью зала Славы Грейм. Ну вот так вкратце из переводной википедии о американской певице и актрисе Рут Этинг. Пока-пока, до свидания, смотрим Таграй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин